Всем хаюшки! Я сейчас убегаю и, в общем, перед тем как мне убежать, я хочу немножко привести свое лицо в порядок, немножко подкраситься и хотела с вами поговорить. Просто краситься и разговаривать. Пишите, как у кого дела, какая у вас погода, потому что мне очень интересно, в каком городе какая погода сейчас, потому что нет возможности вообще вникать в это все в интернете, читать. Не то, что нет возможности, нет времени просто, чисто физически не успеваешь из-за каких-то своих дел. Бывает иногда хочется отдохнуть, иногда вообще там чем-то другим занят. В общем, я думаю, вы понимаете, как это бывает. Просто те, кто меня смотрят, напишите, из какого вы города и какая у вас погодка сейчас. А у нас сейчас снова потеплело, ну, в принципе, и было тепло, но больше душно стало, что ли. У нас немножко дожди прошли, немножко так похолодание было. Из предыдущих роликов, я думаю, было понятно. Но сейчас все более-менее нормализовалось снова. Но, знаете, такая погода, блин, ну, не выйдешь никак на речку. Мало того, что просто бывает время не совпадает с тем, чтобы выехать. И в то же время, блин, погода. Когда ты можешь, погода дрянная. Когда ты не можешь, то погода хорошая. Как и всегда. Я надеюсь, мой холодильник не слишком слышно. Мне недавно задали такой вопрос. Ну, мне его постоянно, в принципе, задают. Ну, в общем, я решила на него все-таки ответить именно в видео. Потому что одному ответил, третий спросил. Третьему ответил, четвертый спросил. Короче, знаете, вот так вот каждому отвечать, ну, не всегда есть возможность. Я понимаю, у меня не настолько много подписчиков и все такое. Но не в этом дело. Я понимаю, многие блогеры из-за большого количества подписок не могут чисто физически отвечать на столь множество комментариев. Но у меня сейчас это не поэтому. Потому что просто я лечусь. Я, как все знают, уже даже, не знаю, поднимать эту тему или нет. Потому что многие просто прям аж писают кипятком из-за того, что, видите ли, я постоянно об этом разговариваю. Всех это отталкивает. Я, кстати, одному ответила на подобные высказывания. Вот я представляю свою аудиторию. Я даже, вот честно, долгое время не могла как-то обратиться к публике, да, к зрителям типа того. YouTube вообще рекомендует, как бы, называть как-то вот по-особенному свою аудиторию. Кто-то называет подписчики, кто-то фанаты, кто-то зрители, кто-то аудитории называет, кто-то просто ребята. Как-то нужно приветствовать, да, свою аудиторию. Привет, там, человеки. Но я долгое время не могла никак вообще. Не то, что придумать, я не могла. Мне нужно было ощутить, мне нужно было как-то понять это. Потому что я канал заводила для общения в первую очередь. Пусть он у меня изначально был и бьюти, но я заводила для общения. Я хотела общаться с другими девочками, девушками, женщинами. И мне это было интересно. Как бы со временем это все ушло на нет. Ну, потому что я взрослею, да, я расту, как-то самосовершенствуюсь, как-то меняюсь, да. И это логично, что мои какие-то приоритеты меняются. Но как я нашла просто именно то слово, то обозначение, да, моих зрителей. Я просто в один прекрасный момент... У меня даже есть первое видео, первый ролик, в котором я так обратилась к вам. Блин, это был ролик ответы на вопросы. Знаете, я вот реально почувствовала это. Потому что на тот момент как раз такой был момент переломный. Я рассталась с молодым человеком. И как-то стала по-другому ролики вести. Как-то больше они у меня жизненные стали. Такие чуть более открытые, что ли. И больше стало приходить людей, действительно, тех, которые, ну, как-то поддерживают. Как-то, да, входят в какое-то положение твое. И мне это очень, так, знаете, грело душу. И, соответственно, я просто даже не мешкая, вот, включила тогда камеру, когда первый раз в ролике сказала «Привет, друзья!». Это было вот реальным обозначением, что я хочу свою аудиторию видеть в качестве друзей. И также друзей хочу видеть в качестве аудитории. Это именно те люди, с которыми я хочу общаться, с которыми я хочу как-то, знаете, даже в комментариях проводить время, чтобы была какая-то отдача, чтобы действительно было общение, как бы живое, да, общение. Но, соответственно, если я вас считаю друзьями, кто-то меня считает подругой, да, либо другом, не знаю, может быть, есть такие люди. Я, соответственно, не понимаю, да, я для вас друг, вы для меня друг. И мы дружим с вами, всё у нас окей. Кто-то заболевает, либо я, либо кто-то из вас. Не дай бог. Я должна отвернуться и сказать «Нет, не парь мне мозги, мне не нравится, меня это только отталкивает. Не нужно про болезни свою рассказывать». Я считаю, друзья так не поступают, понимаете. И я не из ролика в ролик говорю об этом. Я не плачусь на камеру, что я больная, как мне плохо, и как мне херово, и как мне больно. Я говорю просто о том, что вот так, так, так и так, да, получается. Вот так вот обстоят дела в больнице. Вот так вот у нас обстоят дела с врачами и с больницами. Я не ною на камеру. И знаете, если кого-то уже бесит обычное человеческое упоминание о том, что я как-то провела последнее время в больнице, да, просидела в очередях и об этом вам просто рассказала. Вы не друг мне, вы не та аудитория, которая мне нужна. И, соответственно, если бы с моей стороны то же самое было, я думаю, ну, другой, любой другой из вас так же отписался бы от меня и сказал бы, да ну нахер, мне такие, знаете, друзья и нафиг не нужны. Я, конечно, не хочу никакого сострадания к себе. Вы знаете, что многим людям жалость не нравится. Если бы я хотела жалости, то у меня, наверное, ролики бы, ну, были чуть другие, да, я бы, наверное, постоянно сидела без настроения, какая-то такая понурая была бы, да, как-то все время вот обсасывала эту тему. А я просто по факту говорю, что вот так вот случилось, вот то-то мне сказали, вот так вот получается, знаете, именно то, что меня удивляет, то, что меня просто как-то будоражит. Вот и все. И это обычные какие-то простые вещи, на которые почему-то многие тоже удивляются. Вот я так и ответила тому человеку, который оставил такой комментарий, что люди отталкивают болезни, не разговаривая больше об этом, вот тебе, типа, не о чем уже больше снимать. Мне есть о чем снимать, но у меня сейчас нет времени на это. И те люди, которые не понимают этого, ну, мне вас жаль просто. Мне жаль ваших друзей, с которыми вы дружите действительно в жизни, которым вы не поддержка абсолютно. Ну, вот так вот получается, поэтому задумайтесь. Я думаю, есть над чем подумать, есть о чем задуматься, потому что это не очень хорошо, я считаю, так себя вести. И не знаю, зачем тогда смотреть лайв-каналы? Не вижу смысла. Да, я, кстати, то, что говорила, пойду на последние три процедуры. Мне осталось, вернее, две процедуры уже, но после предыдущей процедуры физиотерапии у меня вообще жуткие боли стали, и там еще кое-что усугубилось. Поэтому я собиралась, в принципе, доходить все-таки, но меня мой парень отговорил, как бы сказал, если такие осложнения, то нахрен оно надо. Ну, в принципе, я с ним и согласна, но я уже хотела, знаете, чисто добить это, и, в общем, чтобы меня это никак не гложило, что я шанс не использовала. Но не все иногда так получается, как нам кажется. Периодически поступают комментарии некоторые, которые меня не ввергают в шок, они не провоцируют меня. Я не знаю, почему у некоторых также погорели пуканы по поводу того, что я просто высказываю свое мнение. Если я высказываю свое мнение эмоционально, это не значит, что я нервно больной человек, меня что-то взбесило, меня что-то взбудоражило и рвать и метать. Нет, я такая и в жизни. Просто если я сижу спокойно разговариваю на камеру, то, ну, значит, мне как-то немножко грустновато, значит, я просто спокойная, меня ничего не бесит, я уже отпустила эту ситуацию как-то. А если вы, допустим, замечаете меня довольно-таки эмоционально, это значит, что у меня хорошее настроение, это значит, что у меня вроде бы как все отлично, но есть моменты, которые меня бесят. Вот и все. И я не считаю, что это очень как-то, я не знаю, плохо. Мы все такие, как бы вы, я, мы все одинаковые, нет исключений. Есть люди, которые реагируют на одну и ту же ситуацию по-разному, поэтому, ну, кто-то так реагирует, кто-то иначе. В общем, я думаю, это такие простые вещи, которые вообще никому не стоит объяснять. Но почему-то у людей все равно возникают вопросы. Ох, вот у тебя пукан взорвало. Ну и взорвало, и что? Ну, в общем, по поводу того, что еще довольствую, я доставляю удовольствие хейтерам, да, и троллям своими ответными комментариями, так это я не с ними обсуждаю это все. Ну, если кто-то смотрит, то, пожалуйста, как бы, если до них дойдет хоть что-то, то окей. В основном я с нормальными людьми, вот как раз-таки с друзьями своими, которые по ту сторону экрана обсуждаю данные темы. Вы понимаете, что данную, любую тему, которую я поднимаю в любом из роликов, я хочу просто обсудить ее с вами. И узнать ваше мнение на этот счет. Почему-то многие пишут мне, ааа, взорвало пукан, все. Есть что-то сказать по этой теме? Пожалуйста, ну не нужно. Пукан взорвало. И из видео в видео, где у меня особенно ответы на вопросы, постоянно почему-то пукан взорвало. Баян уже, понимаете, вот баян. Мне бывает пишут, что в ранних моих роликах я выглядела моложе, я выглядела лучше. Ну да, если учесть тот факт, что я сидела постоянно на диетах, что я периодически менялась, менялась также потому, что макияжи менялись у меня, менялась потому, что я сама по жизни менялась. Когда я начинала вести свой канал, мне было, по-моему, 25 лет, если я не ошибаюсь. Сейчас мне 31, уже 32 будет, поэтому я не знаю, какие вопросы могут быть еще. Знаете, наверное, хочется просто людям уколоть, да, что типа ты стала старее, ю-ху, радуются за меня, можно так сказать. Либо просто радуют людей, что она уже не такая красивая, как раньше, или она уже не такая молодая, а мне 18 типа. Понимаете, это такое тупое вообще поведение, это какое-то детство недоразвитое причем. Поэтому эти комментарии как-то так смешны. Есть просто даже люди, как бы не задеть, может быть, пишут, а на старых фотках посмотришь на тебя, типа такая молоденькая, миленькая. Я не знаю, меня это, конечно, не обижает. Знаете, я сама понимаю, что, ну, блин, возраст как бы близится, и мы все не молодеем. И, ну, как бы, знаете, сам факт упоминания уже об этом, постоянного причем упоминания, наталкивает на мысль, вообще для чего вы мне это пишете. Чтобы сделать комплимент, типа, какая я раньше была красотка и молода, либо сейчас вы мне делаете просто антикомплимент, что я уже не та. Ну, как бы, знаете, это какое-то двоякое такое вот восприятие этих комментариев, да, в принципе, любых. Я честно хочу сказать, что понять друг друга 100% в комментариях абсолютно невозможно. За редким исключением. Иногда я на какие-то комментарии с позитивом отвечаю, да, и некоторые, что смешного. Да, это просто улыбка, просто улыбнул ваш милый комментарий, или там, я не знаю, просто улыбнули ваши какие-то слова, ну, обычные, нормальные, да, адекватные. Просто адекватная, может быть, реакция порадовала меня. А некоторые просто вот реагируют, как будто я там ржу над ними, я не знаю, там, ладно, если бы там тысяча смайликов было, а пару улыбочек, как бы, и люди уже так реагируют. Ну, ладно, не в этом дело. Дело в том, что просто бывает такое недопонимание, обычное недопонимание, как в комментариях, так и в жизни. Ну, это, наверное, нормально, но даже когда я потом последовательно отвечаю, ну, кому-то на комментарии подобные, люди всё равно, вот, когда так отвечают, у меня ощущение, что всё равно задеть пытаются. Знаете, я вообще такой вот честно недоверчивый человек, я в любом человеке буду искать изъян, ну, не то, что даже искать изъян, я буду осторожно к нему как-то так относиться, присматриваться. Я никогда никому не откроюсь прям с первых минут. Ну, как бы, наверное, это и нормально, но есть люди, я знаю, которые уже с первых минут, допустим, ну, рассказывают всю свою подноготную, ну, которая вообще никому не нужна. У меня, кстати, раньше были такие моменты, и когда я обожглась несколько раз, да, когда, ну, там были какие-то не очень хорошие ситуации, я поняла, что этого делать не стоит. И, соответственно, ну, сейчас, особенно, когда меня обманывали много раз и пользовались мной, да, не в плане сексуально, а в плане дружбы, то я как-то уже с осторожностью отношусь вообще к любым людям, которые, знаете, много пишут мне в личку в ВК и в группе моей, чтобы дружить, чтобы общаться, а давай встретимся, а давай просто посидим пивка попьём. Знаете, я была бы, наверное, не против, если бы я была одинокой девушкой. Но у меня есть молодой человек, который, ну, как вы думаете, он на это отреагирует? Даже если он не слишком ревнует. Вот как бы вы думали, ему понравилось бы это или нет? Ну, просто я думаю, любому другому из вас, мужчине, потому что меня большая часть мужчин смотрит, не понравилось бы, что его любимая девушка, да, жена тем более, там, ходит с какими-то чуваками, незнакомыми, потому что мы с вами лично не виделись, мы с вами лично не общались. Я вас воспринимаю уже больше, чем знакомых, но для моего парня, как бы, ну, вся моя аудитория на канале, да, все мои друзья, для него это чужие люди. Ну, и, соответственно, я думаю, ну, многие из вас должны понять, что, ну, я, допустим, не та девушка, которая будет втихаря, там, где-то что-то встречаться, да, со своими подписчиками, друзьями. Я бы с радостью и встречу какую-нибудь бы сделала чисто в парке, каком-нибудь на пледе, посидеть за пивком, либо просто без алкоголя посидеть, погомонеть, это было бы круто. Но, знаете, это чревато тем, что я просто лишусь своих каких-то отношений. Я думаю, любой адекватный из вас это понимает. И поэтому, когда я не отвечаю на комментарии, вернее, на те сообщения, что многие из вас мне пишут в личку о встречах, о личном знакомстве, о посидеть, да просто пообщаться. Я понимаю, что просто пообщаться. Но нет, нет. Поэтому я это всё обхожу стороной. И, ну, я не такой человек. Даже если бы, понимаете, я не боялась бы, и у меня бы нормально молодой человек относился бы к этому, и он бы был бы только за, ну, я бы этого не делала, понимаете. Просто сейчас он за, а потом, может быть, и против. Может быть, если бы он, допустим, вёл бы вместе со мной канал, или он бы вёл бы также свой отдельно канал, и он бы понимал эту всю кухню, да, ну, может быть, тогда бы, да, я и согласилась, и встречалась бы с кем-нибудь. Ну, и то не один на один, как бы это вообще, мне кажется, глупо и тупо. И в любом случае, это как-то нужно было бы всё организовывать. Ну, не в тех масштабах, которых там организовывают блогеры. Обязательно нужно заведение какое-нибудь. Честно, тёплая летняя погода. На пикник все встретились, каждый принёс, что хотел. Либо можно заказать пиццу с собой, либо, ну, можно всё, что угодно придумать, причём бюджетно, понимаете. Но, как бы, всем остальным блогерам нравится так, пожалуйста. Но я бы, допустим, проводила такие встречи, но... А так как у меня нет этой возможности, то я провожу встречи вот так вот, с глазом на глаз. Иногда ещё стримы, но со стримами почему-то у меня загвоздка. Я, в общем, не знаю, там, к последнему стриму там много всякой херни понаписали, что целый там час, да, или сколько мы там сидели с вами, общались. Я пыталась настроить, и всё не могла настроить. У меня руки-крюки, недоблогер. В общем, я не то, чтобы на это всё реагирую, но я теперь не знаю, есть ли вообще в этом смысл, вообще нужно ли вам это. Вы, если хотите, напишите. Может быть, я хочу провести ещё стрим, нужно выбрать как-то время, день, потому что, ну, иногда бывает... Короче, не всегда бывает так, что я могу, и если бы даже я и делала стрим, то я не слишком заранее бы предупреждала, а, допустим, сегодня вам сказала о том, что завтра уже будет стрим. Вот, как бы только так, потому что я не могу планировать надолго вперёд. И то могу сказать за завтра, а завтра могут поменяться планы. В общем, короче, знаете, у меня такая непостоянная жизнь, именно нет какой-то такой стабильности. Она есть, но она есть в выходные дни, когда молодой человек дома, и мы проводим время вместе, вдвоём, и как бы я могу постримить при нём, но я хочу провести время с ним. И у меня даже был один момент, что я хотела постримить так внезапно в выходной день, но у нас оказались снова какие-то планы, и вот, понимаете, вот как назло. Поэтому, может быть, не суждено, а может быть, мы когда-нибудь действительно на пикнике каком-нибудь встретимся. Кто его знает? В общем, мне нужно уже бежать. Я надеюсь, вам такие посиделки нравятся, когда я что-нибудь делаю и параллельно с вами общаюсь. Мне это лично очень нравится, потому что я как-то, знаете, немножко изливаю даже свою душу. Я надеюсь, вы в комментариях тоже мне и зальёте свои какие-то переживания, свои какие-то мысли. И мне интересно всегда читать комментарии, особенно, когда кто-то пишет, как у них погода, что происходит вообще в их жизни, ну, именно на нормальном уровне. Все мы знаем, что нужно держать всё равно дистанцию, потому что, ну, слишком доверяться тоже не стоит людям, прям на 100%. И я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам нравится такого рода видео. Если что, поддержите. Я как бы не очень и часто прошу об этом. Ну, чтобы хотя бы я знала просто, что такого рода ролики нравятся. Я уже 10 раз об этом сказала. В общем, люблю по 250 раз повторяться. Тема сегодня у меня должна была быть другая, но, в общем, я импровизирую, как обычно. Я желаю вам удачи, тёплых деньков, солнечных деньков, чтобы вы выбрались куда-нибудь отдохнуть. Может быть, хотя бы на речку, на озеро какое-нибудь, на котлован. В общем, на какой-нибудь водоём, чтобы вы отдохнули хоть чуть-чуть. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем удачи и пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok